Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. По многочисленным просьбам под прошлым видео в комментариях сегодня мы опять снимаем видео вместе с моим тестем. Мы опять приехали на рыбалку. В этот раз мы приехали уже не на карпа. Будем сегодня, насколько я понимаю, ловить окуня. Да, сегодня попробуем ловить окуня. Если клёвого окуня не будет, значит будем пробовать ловить леща и прочую белую рыбу. Приехали мы сюда вчера вечером. Я уже не снимал, потому что было темно. Поставили вот такую вот огромную гигантскую палатку, которая, наверное, переживет все, что только можно. Ураган какой-то, еще что-то. В общем, тут мы спали. Тут мы сидели, кушали. Речка называется, на которой мы приехали, Днестр. Мы здесь... Речка, к которой мы приехали, называется Калюс. Да? Это Калюс. Калюс? Я что-то думал, что это Днестр называется. Оказывается... Она впадает в Днестр. Ага, она просто впадает в Днестр. В общем, речка называется Калюс. Мы здесь были 2 года назад, 2 года назад здесь был сумасшедший клёв, мы вот так один спиннинг закидывали, там такие силиконовые рыбки были, мы по 5 штук сразу вешали, вынимали и 5 окуней сразу было. В общем, клёв был сумасшедший, но в прошлом году здесь такого клёва не было, видимо рыба не такая уже голодная была, но мы надеемся, что сегодня тоже будет голодная рыба и у нас будет хороший улов. Все знают, что рыбалка это настоящее мужское занятие, но если нет возможности выбраться куда-то за город, а отдохнуть по-мужски хочется, то просто качай танки по ссылке у меня в описании. Я надеюсь, мне не нужно вам объяснять, что за танки. Про игру World of Tanks сегодня знают вообще все, от школьников до ровесников моих родителей. Это легендарная игра, на которой выросло целое поколение крутых геймеров, но даже сегодня танки не стоят на месте, постоянно обновляются, развиваются и продолжают радовать армию своих фанатов. В игре уже более 500 моделей бронетехники, которые можно тюнинговать и прокачивать, а потом выкатывать на поля танковых сражений и принимать участие в жестких зарубах. Отдельной похвалы заслуживают огромные карты, на которых можно мутить самые разные тактики и безупречная картинка с реалистичными спецэффектами. Ну а если ты новичок, то обязательно качай танки по моей ссылке в описании, там ты получишь 7 дней премиум аккаунта, быстрый маневренный танк Т2ЛТ и 400 тысяч кредитов для быстрого и классного старта. Есть у нас две такие лодки, которые я сейчас буду надувать, вот этим насосом. Все ребята, я на воде, у меня такой вот спиннинг, на нем три силикона маленьких висит. Сейчас, в общем, будем делать первые забросы и смотреть, есть здесь окунь или нет. Вернее, он здесь точно есть, потому что мы его ловили нереальное такое количество, просто вопрос в том, голоден он сейчас или нет. Потому что бывает такое, что клюет очень много, а бывает такое, что не клюет вообще. Так, первый заброс, это не совсем удачный. Видимо, рыба еще не прошла ловась. Мы на воде уже, ребята, около 15 минут, поклевок вообще никаких пока что не было. Очень странно, потому что, ну, в прошлый раз, когда я здесь был, клев был сумасшедший. Я, кстати, вот не понимаю, чем это связано, когда рыба клюет и когда рыба не клюет. А тогда это как-то было по часам каким-то. Утром в определенное время был сумасшедший клев и потом уже где-то ближе под вечер. Днем же вообще поклевок никаких не было. Почему сейчас за 15 минут ни одной рыбешки нету, непонятно. Ведь тогда, когда мы здесь были, можно было вот так... У нас тут сейчас покажу вам. У нас сейчас, ребята, висит три таких силикона. В прошлый раз мы вешали по пять, потому что клев был сумасшедший. И иногда даже такое было, что за один заброс мы пять рыбешек вынимали. Ну что, просидели мы в лодке, ребята. Ну, наверное, час какой-то поклевок вообще никаких не было. Видел тут уже под лодкой прям окунь подплыл к силикону одному. Понюхал его, можно сказать. И все, не стал его грызть. В общем, тесь мой в рацию мне сказал, что у него тоже поклевок нету. Эхолотом смотрел, что, в принципе, рыбы много сейчас нету. Ну, она как бы тут есть, но почему-то сейчас, видимо, она не холодная. Поэтому сейчас высаживаемся на берег. Будем ловить на фидерное удилище. Или как там правильно, короче, это все назвать. Будем, короче, пытаться ловить леща. Тесь, что делать будем? Будем пробовать ловить леща. Лещ, походу, ловится. Окей, идем ловить леща. Соку нем пока не понятно. Поля, ты довольна, что мы рыбу не зловили? Что ты довольна? Я ее не люблю. Вчера поздно ехали, не все купили с собой, соль не взяли, там еще кое-что. Тесь поехал в магазин, а к нам сюда пришли коровки. Не подходит, чтобы она не взлякалась. Чтобы она не взлякалась. Давайте погладим коровку, иди сюда. Мунь, 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 холёся коровка, давай. Хайлзнет, обернуй ручку. Давай, чтоб не съел. На, не кусается. Хорошая коровка, холёся, холёся. А ты облезала мне руку. А пока тесня нету, я сижу, греюсь на солнышке, ловлю балдежи. Смотрим на коровок с Полиной. Потому что не умею я ловить фидерным удилищем. Ну что, ребята, не успели мы закинуться на леща. Закинули две удочки из четырех. И начался такой вот дождь. Спрятались под зонтиком, будем ждать. Итак, ребята, закончился дождь. Дождь не так долго шел, как всю малину нам тут испортил. У нас такой глиняно-каменный берег. И здесь теперь американские горки у нас. Мы, короче, пару раз уже отсюда упали вниз. В общем, вот наши удочки. Вон там тесь сидит, как всегда с папиросой, курит. Уже поймал одного леща. Ну, как бы показать не успели вам его. Он уже в той штуке. Как она правильно называется? Это садок для рыбы. Садок для рыбы. В садке для рыбы. В общем, на что мы будем ловить? Сегодня мы, конечно, ловим не карпа. У нас все немножко по-другому. Вот это кормушка. Сюда нужно будет сейчас набить вот эту приманку. И одеть опарыша на вот этот вот крючок, на который прицепилась какая-то бяка-билибердяка. Ну что, ребята, первый мой заброс. Выбери почку. Вытягивай, бейкер. Ты на мою забросу. А? На мою забросу. Полностью вытягивай? Да. Ты на мою забросу. Вот видишь... Что-то пошло не так. А теперь вон выбери себе дерево. Вон камень, видишь, белый? Да. Вот на той стороне белый камень лежит. Наверное. Вон, далеко. Папа, шоу, Сэ? Да, вынимайся. Ну что, ребята, мой первый заброс, попытка номер два. Вон белый камушек. На него бросай. Это ты уже... Я, наверное, не на той камушек левился. Вот, вот, бачишь, на берегу лежит? А, я понял. Вот на той. Не, ну пускай лежит. Ну, понятно. Это будет твой левый спинник. А на правый можешь забросить туда. Вот так вот, ребята, примерно это выглядит. И тут три таких опарыша на кончике. Заброс номер два. Для тех, кто не в курсе. Здесь у нас поплавков нету. Здесь у нас есть кончики. Когда рыба клюет, кончик дергается. Так у меня аж эта леска вот тут ослабла. Подтянуть надо, да, наверное? Да. Леска ослабла. Короче, сейчас немножко подтяну. Если будет дергаться кончик, значит клюет рыба. Это уже не так, как в прошлый раз с пищалками было. Здесь нужно все время сидеть возле удочки и смотреть все время, ну не на поплавок, а на кончик. Или как правильно называется? Квивер тип. Квивер тип. Во. Первая у меня поклевка. Выше, выше спиннинг, Серёд. Вот там травка. О, красавчик. Аккуратно, аккуратно тяни. Вот так. Пока не брали, смотри. Потяни, тяни, тяни вот так, вот так аккуратно. Да, 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 да. Притягу его сюда, ты его руками возьмёшь, и он сейчас начнёт прыгать. Давай сюда. В удочку давай. Вот такой, ребята, лещ. Только что-то он крючок съел, и решил себе шею обмотать леской. Выглядит как у Игнатюка прям. Вот он всё-таки проглотил крючок. Свежий, свежий, свежий поцепленный. Всё, вот такой вот свежий лещ. Сидели, наверное, час где-то. Серёга, у тебя второй крючок. Второй. В лодку, в лодку. В лодку, второй тянем уже. Давай, 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 работай. А то час сидел, и ничего не было. Есть? Ну, не чувствую. Вроде нету. Ну, нету. Наверное, поторопились. Не, 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 всё нормально. Есть, есть, да? Не, может и нету, но просто нормально. Ничего не торопился-то. Короче, где-то час вообще ничего не было. А тут сразу на обоих удочках. Не, есть, есть. Всё так нежно, тоже его в лодку и в садок. Аккуратненько. Оп, оп, оп. На весу плохо. Его тянуть надо аккуратно. Я старался по земле тянуть. Так, чуть-чуть на весу вышло, конечно. Вот такой вот шкет. Грамм 300. Так, это целая наука, на самом деле, ребята. Надо познать, как удобно поставить удочку, чтобы она была не в болоте, чтобы снять рыбу, чтобы перьи закинуть. Это всё опыт. Он у тестя, получается, сидит на стульчике, даже не встаёт с него. На ощупь плеч такой немножко мерзковатый. Вот такая вот у меня рука притронулся всего лишь к двум рыбам. Аж как-то настроение поднялось, потому что целый час сидел, уже начал засыпать, перезакинул обе удочки и буквально за пару минут сразу две поклёвки, вытянул две рыбы, поднялось настроение. Так что сейчас будем ловить рыбу, выловим всю рыбу в этой речке. Спи назад. Поздно. Видишь, понял, когда назад у тебя получается место на вытяжку. Ни с того ни с сего начался опять дождь. Какой-то сегодня прям, ну, невезучий день вообще. Идёт, ребята, дождь. А мы сидим под таким вот зонтиком над нами в ожидании, когда же будет клевать. В общем, не успело после прошлого дождя только всё высохнуть, как тут сразу пошёл опять дождь. Перед этим буквально минут 15 прошёл дождь, и настолько вот берег вот этот намочило, там глина, получается, ну, немножко опасно там было ходить. Пару раз даже упали, и вот только высохло, и опять начинается дождь. Ох, какая крупная рыба. За такую рыбу надо развести. Ну всё, дождь немножко подмочил нам всё тут, и опять хорошая погода. Поймали, ребята, ещё одного такого леща. Сидел уже сверху, там, балдежи ловил. Как тут, смотри, клюёт. Не успел даже камеру включить. Быстренько вытянул удочку. Ничего себе, как сопротивляется. Всё будет интересно, если маленький. Вот такой вот, ребята, маленький лещ. Ну что, первый день уже подходит, ребята, к концу. Не половили рыбы, не половили немножко. Вон у меня опять клюёт. Кстати, всё время на один и тот же спиннинг. Смотрите, сейчас, наверное, рыбу прощёлкаю, но покажу, как на фидер ловить без поплавка. Потому что, может, кто-то не знает. Я, например, до недавнего времени не знал. Я думал, без поплавка только, естественно, рыбу можно ловить. Там, щуку, окуня, ещё что-то. Так, прицепились какие-то водоросли. Вот, тянем-тянем его по воде вот так. Вот это я удачно камеру включил. Так вот, что я хотел сказать. Только взял камеру, сразу клевать начало. Рыбу сегодня мы, конечно, не очень удачно половили. Видимо, сегодня какой-то плохой день, но рыбы здесь, на самом деле, полным-полно. Видимо, она, короче, не голодная, потому что мы когда утром на лодке плавали, короче, было очень много малька, и окунь, наверное, им наедается, и не хочет вот эти силиконовые рыбки кушать. Ну, а лещо так плохо ловится, не знаю. Но ещё завтра у нас есть целый день. Я надеюсь, что мы завтра наловим много. Ну, или ночью сегодня будем пробовать ловить. Если будет клёв, будем сидеть всю ночь. Не будет, так не будет. Ну, помимо не совсем удачной рыбалки, у нас сегодня классный день всё равно, потому что мы провели в красивейшем месте время. Мы приготовили еду, вернее, тесь мой приготовил еду на вот такой вот, короче, у нас в кухне. Ой, как вкусно выглядит. Ещё тесь сварил такой вот борщ. Борщ мы ещё не пробовали, но я вам потом обязательно скажу, как он получился. Я надеюсь, что он будет вкусный. Ещё мы днём жарили картошку, ну, я как-то уже это упустил, не показывал. Короче, ждём, когда будет ловиться рыба. Затовим, кушаем. Такое вот у нас выживание. 48 часов на рыбалке. Сели ребята ужинать, и тут сразу поклёвка. Хочется, чтобы на ночь был хороший клёв. Уже к этому всё приспособлено. Светодиодные ленты, аккумуляторы. Если не клевало днём, может, будет клевать ночью. Всё, рыбка в ловке. Друзья, всем доброе утро. Наступил, наконец-то, второй день. Решили опять день начать с того, что будем сейчас закидывать спиннинг и пытаться ловить окуня. Пробьём информацию, если окунь ловится, будем ловить окуня. Если нет, то будем продолжать ловить леща. Так, берём спиннинг. Вот тут я показывал вам вчера. Есть три таких силикона. Когда клёв хороший, то, в принципе, можно даже по три окуньца за раз вынимать тут. Закидываем где-то туда. Оп. Ну, и тянем. Как говорится, ловись рыбка большая и маленькая. Что-то пока глухо, ребята. Я пока вышел на воду. Там есть уже пару забросов сделал. Говорит, что у него пару окуньцов есть уже. Потому что вчера мы час где-то ловили окуня и вообще глухо было. Так, первый заброс неудачный. Сильно не буду крутить. Сделаю такой режим полудохлой рыбки. Чтобы привлечь внимание хищников. И чтобы кто-то из хищников попался на наш крючок. Хотя бы один из трёх. Пока вот это всё ловилось, я собирался садиться в лодку. То клёв пропал. Ну, такой улов сегодня окуня. Кстати, есть такие немаленькие. Вот пару штук я вижу. Ну, за 10 минут. За 10 минут. А потом час, наверное, ничего. Ну, выхода окуня нету. Потом уже перестал кормиться. Всё. Надо посмотреть. Если будет выход окуня, то опять выплать и опять словить. Ну, ничего, ребята. Не ловится окунь, зато ловится ллящ. Шёл второй день. Мы выживали как могли. Газ у нас закончился. Так что теперь выживаем и готовим пищу на огне. Вот такой вот у нас шашлык в перемешку с сосисками и в перемешку с овощами. Пахнет пока шокустром. Ну, чем он должен пахнуть? Должно вкусно пахнуть. Ещё не время поставить. Я думаю, с голода не помрём. Как только закончатся продукты, сразу наше выживание остановится. Если у нас закончится шашлык, мы начнём кушать борщ. Да, ребята, у нас ещё, кстати, борщ есть. Мы вчера его не доели, потому что кастрюля большая-большая была. Я его только что немножко вскипятил на костре, пока костёр горел. Вот у нас ещё пол казана осталось борща. Вот такой вот, ребята, у нас получился шашлычок. Уже, можно сказать, пахнет не костром, а шашлыком. Итак, ребята, очередная поклёвочка. Что-то не могу разобрать, сорвалось или не сорвалось. Осталось. Сорвалось. Зато есть поклёвка на другой. Оля, Оля, помогай. Что? Что, рыбу доставай. Давай. Покажи в камеру, какого леща ловили. Поднимай, поднось до камеры. Вот такой, ребята, лещ. Тихо, тихо, блядь, блядь, блядь. Луй, 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 луй. Всё, иди ты. Чуть не убежал, но я его поймал. Второй раз причём поймал. Так, ребята, пока мы тут третий раз поймали одного и того же леща, песть поймал рака. Рак был пойман не за... А, за кличню он был пойман. Обворовывал нас на опарышей. Что, выпустим его? Конечно. Пусть растёт. Да. Санитар речки. Чайный санитар. Санитар. Когда мы сюда ехали, обещали, что будет хорошая погода. Первый день был дождь, второй день на вечер опять... ...дождь, но мы уже уезжаем. Тесть тут досаливает нашу рыбу. Сегодня улов у нас не очень большой. Мы были здесь два года назад. Два года назад мы за два дня... Сколько мы два дня тут были тогда или три? Три. За три дня мы взяли где-то 70 килограмм окуня. Сейчас, конечно, с окунем не удалось так, как планировалось. Ну, ничего. Леща, в принципе, тоже вышло немало. В общем, пока тесть там досаливает рыбу, чтобы она не испортилась, я буду собирать палатку и нужно нам успеть до начала дождя уехать отсюда. Вон там уже такая черная-черная туча за... Может, кто-то из моих подписчиков не понимает, зачем солить рыбу. Ее нужно довезти еще. Если у нас дорога займет 4-5 часов, рыба вздуется и просто ее будет выбросить. Значит, каждую надо было сделать, засыпать соли и будет хорошая таранька. Вот, словили мы сегодня два ведра. В общем, два ведра. Это просто такое нестандартное ведро, оно как два. 22-литровое. Вот у нас есть 20 литров рыбы. Будет таранька на несколько месяцев. Мы, кстати, еще не уехали, но на наше место уже приехали другие люди. Спросили, или мы долго тут еще будем. Сказали, что сегодня уезжаем. И они уже распаковывают свои вещи. Правда, им немножко тоже не повезло, как и нам с дождем. Видимо, сегодня будет дождь. Смотрите, какой дождь. Мы собрались, мы полностью мокрые. Вот. Выкручиваю футболку. Захожу в машину и уезжаем. Как-то ехали сюда, было вроде меньше вещей. Можно было комфортно сидеть. Возвращаемся обратно. Что-то, видимо, мы где-то подворовали. Сейчас главное удачно выехать, потому что сюда ведут такие очень серьезные дороги. Лишь бы их там не замочило. Такой дождь. Закончился, ребята, дождь. Мы уже на полпути к дому. Такое вот вышло видео. Если оно вам понравилось, ставьте нам лайк. Подписывайтесь на канал, если хотите в будущем еще видеть видосы с моим тестем на рыбалке. Короче, пишите в комментарии об этом. Ставьте лайк, подписывайтесь. В общем, всем пока. Спасибо.